Привет-привет, с вами Алена, и сегодня мы рассмотрим вот такой интересный случай. Тут сразу две жалобы, с одной стороны ноготь впивается в кожу, а с другой стороны что-то желтое появилось и непонятное. Начинаем, как всегда, с обработки ног антисептиком, и дальше я решила приступить к тому, чтобы откопать там этот самый уголочек. Ну, все более-менее стандартно. При помощи кюретки начинаем постепенно прочищать и выковыривать все это под ногтевое содержимое. И вот обратите внимание, я на данный момент показываю девушке, что происходит у нее в обуви. То есть в обуви пальчики сжимаются, валик находит на ноготь, пальчик может, предположим, вспотеть, и все это дело начинает врастать. И, кстати говоря, тоже можно заметить, что длина свободного края очень-очень большая. Это значит, что ногти не стригли давно. Со слов клиента, примерно два месяца. И этому есть, на самом деле, объяснение. Дело в том, что девушка находится в положении, и в какой-то момент ей стало очень сильно неудобно дотягиваться до своих пальчиков. И также не было возможности прийти на педикюр, потому что эта мама просто героиня. У нее уже четвертый ребенок, четвертая беременность. Ну, и, в общем, сами понимаете, занятость очень большая. И в какой-то момент она просто пренебрегла педикюром, ну, потому что времени не хватает, потому что уже срок достаточно большой, уже животик мешает. Ну, в общем, я ей все рассказала, объяснила... Ой, такой классный кусочек. Все рассказала и объяснила, что так делать, конечно же, не стоит. И потом мы выполнили полностью педикюр без покрытия. Ну, это я уже не снимала, потому что вроде как таких видео много. Но если вы хотите, чтобы я сняла полностью стандартный гигиенический педикюр без покрытий, или, может быть, даже с покрытием... Кстати говоря, с покрытием-то давно не снимали. В общем, вы об этом напишите в комментариях. А у нас тут прямо скрученный вот такой кусочек. Как видите, первую часть я достала, дальше идет вторая. И останется просто еще и, ну, не знаю, как его, кратер, лыжня и все такое. Обратите внимание, сколько там всего скопилось. Ну, это не страшно, все можно вычистить. Но, кстати говоря, вот этот вот кусочек, уголочек, который впивался туда, там осталась дырочка. И вот вокруг той части ногтя, которая была внутри мяса, получается, там тоже скапливались клетки. То есть случился кератоз. Ну, и такая своего рода мозоль вокруг этого ногтя образовалась. И, конечно, это тоже постоянно мешало ей ходить. Вот обратите внимание, как там это глубоко заходит. И в итоге мы потом там тоже все это дело прочистили. Тут уже в ход пошли и кусачки. И, ну, в общем, все, что могло мне помочь в данной ситуации. Потому что кожа, как вы видите, достаточно мягкая. И обратите внимание, я прожимаю, клиент дергается. Это значит, что ей все еще некомфортно. И мы стали думать, что же там может быть такого. Знаете, что оказалось? Там маленький крошечный кусочек ногтя остался. Ну, не знаю, насколько его на видео будет видно, потому что показать это было тяжело. В общем, когда-то там сломался маленький-маленький осколочек, и остался он там. И вокруг него вот эти самые ткани в итоге уплотнялись, копились, собирались. И вот такое вот неприятное ощущение у нас получилось. Обратите внимание, что я придерживаю пальцем, чуть-чуть прожимаю кожу для того, чтобы зацепить. И вот он, этот самый кусь. Я сейчас его вытягиваю. Ну, вроде бы видно, да. Ну, в общем, сняла, как могла, насколько была возможность. Вот он, этот маленький кусочек. Это ноготочек. Видите, какой? Да, вот он, собственно говоря, и отравлял нам жизнь, мешал ходить и вообще все на свете. Вроде бы такая маленькая штучка, да, вроде бы мелочь, но сколько дискомфорта. Это, знаете, как в сказке «Принцесса на горошине», вот примерно та же самая история. И я сама тоже страдаю, на самом деле, от таких вещей, только у меня в росты, как правило, бывают на втором и третьем пальце. И знаете что? Я ставила себе титановую нить, у меня все прошло, все было круто. А потом я отдала свои кроссовки, там, несколько пар в химчистку, и решила пока носить старые, которые у меня были до этого. Но не любимые, я их никак не могу выкинуть. Но выяснилось, что... Я так еще обратила внимание, думаю, последние 3-4 года у меня начались вот эти вот в росты. Думаю, что же я делаю не так, то есть по-любому какая-то причина есть. В общем, оказалось, что вот эти мои старые, очень сильно любимые, горячо, кроссовки, они провоцируют у меня врастание, потому что они не совсем подходят мне по длине стопы, то есть по размеру обуви. В общем, я с ними решила распрощаться. Как бы сильно они мне не нравились, мне пальчики дороже, потому что я выправляла несколько месяцев свои ногти, и тут буквально за пару недель, походив в этой самой обуви, которая действительно, по ощущениям, прям туже, чем вся другая, которая у меня есть. Ну, в общем, все пошло наперекосяк, и я снова хожу с коррекционной системой, вот так вот. Ну ладно, это просто к разговору о том, что обувь нужно выбирать правильно. Можете посмотреть, кстати говоря, мое видео «Носочный анихолизис», я его назвала, потому что там прикол был в том, что анихолизис постоянно образовывался просто от того, что неправильно был подобран носок и регулярно сжимал стопу, что и провоцировало давление, ну и, как следствие, анихолизис. Ну а мы сейчас вернемся к нашей обработке. Вот здесь другая часть ноготочка, уже ближе к ростковой зоне, и там было что-то желтое, непонятное. Конечно же, я сразу поняла, что там у нас карман, и это тоже произошло от трения. Вполне вероятно, что там была какая-то неправильно подобранная обувь, либо вследствие состояния беременности вес увеличивается, косточки начинают двигаться, нагрузка перераспределяется по-другому, центр тяжести может, условно говоря, смещаться. Ну или поправьте меня, если я там как-то неправильно выразилась на тему беременности. Ну, в общем, происходят изменения, и вполне возможно, что с ногами тоже может что-то пойти не так, если где-то там в обуви что-то неверно подобрано. И, в общем, она банально просто отдавила этот самый ноготочек, и получилась вот такая вот полость. То есть анихолизис бывает не только со стороны там свободного края, да, или там где-то сбоку, а вполне может быть вот где-то вот здесь возле кутикулы. Такое тоже случается. И он срастать будет примерно в том же режиме. Ну, конечно же, нужно дать клиенту консультацию, то есть объяснить, что же у него не так с обувью. Мы обычно стельки вытаскиваем, носочки меряем, все это дело прикладываем, объясняем, показываем клиенту полноту его стопы и неправильно подобранный размер обуви. Потому что, ну, это вот такая банальщина, да, вроде настолько все очевидно, но чаще всего кроется в этом проблема. То есть либо там у нас какое-нибудь плоскостопие, ну, и все равно все ведется к обуви. Потому что, ну, плоскостопие, плоскостопие, но если у тебя деформация стопы и обувь давит, то в итоге результат будет один и тот же. То есть некоторое травмирование все равно будет происходить. Ну, в общем, были даны рекомендации. Я ей сказала, что нужно обязательно ходить на педикюр, особенно в ее положении, чтобы больше никаких таких изменений и неприятностей с ней не происходило. Ну, и вообще, вот вы мне много пишете, типа, вот я не могу уговорить клиента. Ну, уговаривайте 2, 3, 10 раз столько, сколько нужно. Объясняйте долго, объясняйте дотошно, объясняйте так, чтобы было понятно даже ребенку. Потому что не стоит забывать, что это просто люди, которые не обязаны разбираться в нашей профессии, не обязаны понимать, почему вы хотите от них тех или иных действий, например, похода к ортопеду или еще куда-то. Нужно очень простыми словами, долго и мучительно, если понадобится, доносить информацию. Ну, потому что кто, если не вы, кто будет им сидеть и объяснять про эти самые ногти? Никому особо это не нужно. Ну, я имею в виду, то есть там врач не будет сидеть и распинаться, говорить, вы знаете, у вас неправильная нагрузка, вот у вас поэтому онихолизм. Конечно, нет. Ну, в общем, какая-то такая ситуация. Нужно прикладывать немножко терпения, стараться объяснять и, ну, все-таки, относиться к этому терпимее, ибо они не обязаны знать то, что знаем мы. Вот как раз-таки наша первостепенная задача это все дело объяснить. Ну, а у нас тем временем второй пальчик, на котором ситуация получше, то есть, по крайней мере, здесь нет дырки в ногте с желтым налетом, это уже хорошо. Ну, а в рост точно такой же, чуть-чуть менее интенсивный, скорее всего из-за того, что у нее толчковая нога была другая, то есть она меньше на ней стоит, поэтому меньше вырастает и меньше каких-то вот таких последствий. А так все симметрично, обратите внимание, это значит, что пальчики развернуты одинаково и нагрузка перераспределена. Вот, кстати, второй вот уголок тоже такой себе веселенький, да, то есть везде. Вроде, казалось бы, даже нет там никаких воспалений, никаких неприятностей там в виде, ну, не знаю, там гной или еще чего-то, покраснений, этого ничего нет, все классно. Но в итоге человек, на самом деле, испытывает адские муки в процессе хождения, когда у него вот такие вот подкручивающиеся ногти. Но это все, чаще всего можно все решить путем просто зачистки там или какой-то тампонады, да, то есть необязательно ставить коррекционную систему, точнее, не в каждом случае нужна коррекционная система. Конкретно здесь, возможно, состояние может стабилизируется, а может быть, дальше пойдут какие-то изменения, потому что, опять-таки, будет еще набор веса, то есть человек будет претерпевать какие-то изменения. Но зато потом, когда появится малыш, можно будет прямо этим самым заняться. А пока просто регулярный педикюр, чтобы за ней мастер смотрел, чтобы все было ровненько, красивенько и ничего лишнего не отрастало, и, конечно, никакого лишнего свободного края. Ну, в общем, как-то так. На этом наш педикюр уже был с ней закончен, дальше ничего интересного не было, поэтому я с вами прощаюсь, пока-пока, и не забывайте подписаться на канал. С вами была Алена, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok